Здравствуйте! Хотелось бы поделиться своими впечатлениями. Я приехала из Крыма, афизеями Рамзаева, преподаю в Киевском университете. Впервые побывав в Турции, я приехала в такой удивительный город Эрдене. И хотелось бы чуть-чуть поделиться своими впечатлениями об этом интересном месте, который был построен, сооружен в 15 веке Байазитом II. Здесь обучали медицине. Кроме обучения, тут также проходили лечения больные. Также психологически больные тоже могли получить здесь хорошее лечение. Мои впечатления очень... Я удивлена тем, что в 15 веке очень много болезней уже в то время лечили здесь, когда мы уже об этих всех болезнях узнали где-то в 18-17 веке. И для меня это очень приятно поделиться со всеми, кто будет смотреть это видео. Это университет, где непосредственно лечили больных. Здесь есть родник, который, сливаясь с музыкой, создает такой успокоительный звук для больных, которые душевно больны. Кроме этого, также принимали в этом участие музыканты, которые играли, чтобы больных успокоить. Здесь помещение уже более, как мы говорим, болезнью с шизофренией, которая болит. Здесь, если мы посмотрим, то здесь больные, которые временно заболели, например, кого-то полюбили, неразделенная любовь, например. Кто-то еще такими очень, как сказать, когда очень близко к сердцу берут люди все, тогда они могут заболеть такой легкой степенью болезни психологической. Тут они проходили лечение. В этом помещении мы уже видим, что занимались непосредственно изучаемой болезни, которую мы называем ветрянкой. И уже в 15 веке уже в Турции лечили от этой болезни, когда во Франции леди Мэри Монтак описывала, что в Турции уже есть излечение против этой болезни. И есть даже документы, подтверждающие об этом. Она описывает, что в 15 веке уже знали об этой болезни. И она это все описывает, что женщины уже знали об этом. И как бы женщины уже того времени, то есть в 15 веке уже знали, как лечить от этой болезни. И поэтому эта болезнь так не распространилась в этих окрестностях, то есть в Турции. Так как они могли не только знали, но и активно принимали участие в этом. То есть лечили детей, и кто придет к ним за помощь. Ага, супер. И вот так мы закончим. Спасибо.